В четверг состоялась итоговая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В 2020 году из-за пандемии она была частично переведена в онлайн-формат с элементами прямой линии. Первый вопрос прозвучал из студии Владивостока. Журналист из Магадана поинтересовалась у президента, плохим или хорошим выдался 2020 год. Конечно, этот год связан с проблемой, которая у всех на устах, перед глазами стоит, которая всех нас беспокоит. Это пандемия коронавирусной инфекции. Что такое пандемия? Это значит локдауны, сокращение производства, это значит сокращение перевозок, все, что с этим связано. Это значит сокращение рабочих мест, падение доходов, к сожалению. Все это имело место быть. Мы встретили эти проблемы достойно. Отчасти даже может быть лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения. После российский лидер отвечал на вопросы о Навальном, о российских хакерах, бросивших Трампа в беде, о состоянии медицины и доступности лекарств, дистанционном образовании, а также пойдет ли он на новый президентский срок. На третьем часу пресс-конференции слово вновь дали Владивостоку. Свой вопрос задала корреспондент «Примомедия» Оксана Киселева. Она напомнила о митингах за Сергея Фургала по всему Дальнему Востоку и привела в пример слова Юрия Трутнева о том, что работать с губернатором Хабаровского края подчас было сложно. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас новая информация от следственных органов, которая подтверждает серьезность обвинений в отношении Фургала? И еще, что касается протестных настроений, слышите ли вы людей, недовольных решениями представителя власти разного уровня? На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и, в общем, старался, как руководитель региона. Но обвинение в ее адрес очень тяжелое. Как члена ОПГ, которая занималась в том числе и устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности. Там речь идет об убийствах людей. Вы сейчас меня спросили, есть ли какие-то дополнительные данные. Следствие работает. Я же не названию туда каждый день. Закончил президент пресс-конференцию, сообщив, что подписал указ, согласно которому семьи с детьми получат к Новому году очередное пособие от государства. Мы тоже сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный. Тем не менее, всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей. Единовременную выплату на каждого ребенка смогут получить не только родители, но и опекуны, усыновители и попечители. Тем, кто уже получал пособие в этом году, деньги придут автоматически на тот же счет. Если выплат ранее не было, но есть дети, рожденные с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года, то нужно подать заявление. Сделать это уже можно на портале Госуслуги. Алина Черненко, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.